Дорогие друзья, добрый день! Я здороваюсь с теми, кто смотрит нас в записи. Для этой категории слушателей наших я хотел бы попросить ставить лайки, подписываться на канал, потому что от ваших лайков зависит, сколько раз эта запись будет просмотрена. А, пожалуйста, мы хотели бы, чтобы как можно большее количество людей получило бы доступ к записям наших вебинаров. Итак, приступаем к нашей сегодняшней теме. Наша сегодняшняя тема звучит так. Интерактивные путешествия арт-портала. Искусство. Глубокое погружение. Наш вебинар сегодня будет такой больше видовой, нежели информационный. Я буду вам, наверное, больше показывать, но рассказывать тоже буду. И в конце мы попробуем с вами сделать включение экрана, и я вам покажу некоторые интерактивные путешествия на нашем экране. Ну, для начала давайте поймем, откуда, частью чего являются наши интерактивные путешествия. У компании Директ Медиа есть такой ресурс, который называется арт-портал. Арт-портал – это ресурс, который доступен, в основном доступен бесплатно. Но есть у него и подписная часть. И частью этой подписной части является арт-портал, артотека. Артотека – это такая, ну, почти что электронный журнал, если можно так сказать. Его выпуски выходят несколько раз в месяц. И всего у нас уже скопилось более сотни, более 120, точнее, наверное, уже 130 выпусков, которые представляют собой достаточно, на мой взгляд, достаточно интерес для того, чтобы с ними познакомиться. Ну, все-таки несколько слов об арт-портале. Арт-портал существует у нас уже 7 или 8 лет. Вот, если кому интересно, к нашему основному домену Библиоклуб дописываете слово «арт» и попадаете на арт-портал. Арт-портал, прежде всего, это, конечно, галерея произведений искусства, но и многое-многое другое вокруг этой галереи. Различные сервисы, много разных дополнительных текстов, которые позволяют нам позиционировать арт-портал уже как учебный портал, а не только как информационный. Несколько цифр об арт-портале. Сейчас уже гораздо больше 65 тысяч изображений, более 7 тысяч авторов представлены у нас. Изображения из более чем 3 тысяч музеев. Больше других цифр приводить не буду. Перейду к главной странице нашего арт-портала, и у нее есть такой внизу меню, на котором есть... Сейчас я включу себе карандашик. Есть такое в меню «Артотека». Если вы перейдете по этой кнопочке, то попадете вот в такое вот меню из плиток. Плиточное меню. Каждая плитка представляет один проект. Таких проектов, как я сказал, уже около 130. Некоторые из них доступны для свободного просмотра, и на них написано слово «демо». Вот здесь вот, например, да? Вот как здесь. А другие доступны только по подписке. Вот. Ну, вот так вот выглядит ближе это и другая часть этого меню. Вот некоторые тут... Некоторые проекты из средней части, которые были сделаны пару лет назад. Наши проекты делятся на несколько категорий. Это исторически первые, так называемые, интерактивные страницы. Это тип проекта, который называется «Long Read». Он наиболее распространенный, и 90 примерно процентов всех наших арт-проектов являются вот такими вот лангридами. Это достаточно большая страница, содержащая много текста, много иллюстраций и интерактивных инструментов, элементов различных. Ну и, наконец, самый такой насыщенный и, на мой взгляд, интересный элемент – это интерактивная карта. Вот она. Или по-другому «Интерактивное путешествие». Я прошу прощения, вот на это не обращайте внимания. Это каким-то образом попал адрес, который не имеет отношения к интерактивным проектам. Интерактивные карты или интерактивные путешествия. Вот, а сегодня мы о них подробнее и поговорим. Есть несколько аспектов у такого рассмотрения. Интерактивные карты. Почему они вообще у нас появились? Ну, во-первых... Так, сейчас я посмотрю, может быть, это лучше будет... Нет, потом. Во-первых, некоторые произведения искусства можно рассматривать просто подойдя к ним и рассматриваясь с одной единственной позиции. И этого будет вполне достаточно, потому что практически все объекты располагаются в одном масштабе. Другие же объекты имеет смысл рассмотреть поближе. И вот я в связи с этим хотел бы показать вам такие картинки, заодно спросить вас, что они и как вы думаете, откуда они взялись. Те из вас, кто уже смотрел предыдущие мои вебинары, я в нескольких вебинарах показывал их. Ну, пожалуйста, тогда не высказывайтесь. Дайте высказаться тем, кто впервые их видит. Вот как вы думаете, откуда вот это произведение, вот этот вот... Можете прямо написать в чате, с какого из известных полотен где содержится вот такой вот кусочек изображения. Какие есть предположения? Я думаю, что все вы знаете это полотно. Ну, это не полотно на самом деле, потому что изображение на дереве было сделано. Так. Какие еще предположения? Я пока не буду вам давать ответы. Мы ответы посмотрим чуть-чуть потом. А как вы думаете, вот этот вот бычок, он откуда? Из какого произведения? Вы тоже прекрасно это произведение все знаете. Смелее напишите в чате, что вы думаете по поводу этого элемента. Если вы ошибетесь, ничего страшного. Так, есть предположения. Совершенно верно. А вот так, наверное, вам более понятно, что это такое. Ну и последний кусочек. А вот как вы думаете, откуда взялись эти люди? С какого произведения искусства? С какого полотна? Вот теперь точно могу сказать полотно. Оно тоже вам известно. Хорошо. Есть предположения? Ну что ж, давайте смотреть разгадки. Совершенно верно. Ответили хотя бы и без... Да, все, сейчас посмотрим. Вы у нас сегодня прозорливые. Ну, по крайней мере, некоторые из вас проявили прозорливость. Первый кусочек, это кусочек ада из триптиха и иронима Босха «Сад земных наслаждений». Вот этот вот маленький кусочек. Второе произведение. Вот там два было. Вот бычок помещался вот в это маленькое зеленое... зеленый прямоугольничек. Для подсказки, дальше я вам дал вот побольше прямоугольник. Уже, наверное, более понятно было, откуда это все. Это совершенно верно. Последний день Помпея, как правильно указали. Ну и последний кусочек, да, совершенно верно. Это вот этот вот маленький кусочек из «Явления Христа народу». Оказывается, там за рекой стоят люди, и они тоже видны, и их хорошо видно. Они тоже что-то делают, и их можно каким-то образом рассмотреть, если смотреть эту картину вблизи. Однако же я хочу сказать, что если вы придете в третьяковку, вам будет очень трудно разглядеть этих людей, потому что картина висит достаточно высоко. Ну и уж, по крайней мере, вы должны подойти к этой картине достаточно близко и чуть-чуть подняться над полом, чтобы это все нормально рассмотреть. То есть есть такие произведения, которые содержат элементы крупные, средние и мелкие. И каждый из этих элементов имеет какое-то значение, и его хорошо бы было рассмотреть. То есть, другими словами, даже, ну, что уж может быть лучше, чем пойти в музей и своими глазами все посмотреть. Оказывается, даже это не лучший способ рассматривания таких картин, потому что вы... всегда будет что-то, что вы не разглядели. Вот смотрите, тут есть элементы нескольких масштабов. Да, вот Иоанн Креститель, вот он большой на переднем плане. Его видно хорошо практически с любого расстояния. Есть, например, фигура Христа, которая располагается вдали. И это, можно сказать, такой средний план. Ну и есть всякие мелочи, которые трудно разглядеть. Вот этот прямоугольничек, это один из них. А еще можно посмотреть, как хорошо и тонко здесь выписаны, например, листики вот этих вот людей. Здесь не просто так люди, тут кое-кто известный есть. Вот камни в воде и так далее. Все это можно рассмотреть при максимальном уже приближении, которое можно себе позволить. Что же за технология такая, которая позволяет это все рассмотреть? В последнее время в распоряжении музеев появилась техника, которая позволяет снимать изображение произведений в сверхвысокой четкости, получать изображение сверхвысокой четкости. Как правило, это такое вот гигапиксельное изображение. Производится оно фототехникой, которая больше похожа на сканер. То есть, ну, не непосредственно, конечно, картину кладут в сканер. Она висит, освещается, делается наилучшее освещение, и потом вот такой фотоаппарат, который проезжает слева направо, снимая разные элементы картины, потом они совмещаются, и получается вот такое вот гигапиксельное изображение. Ну, в других областях техники это может делаться как-то по-другому, в астрономии, в микроскопии и так далее. Но мы сейчас об этом не будем говорить. Смысл в том, что, имея перед собой такую картину, вы имеете богатые возможности по разглядыванию деталей. Причем, вы можете ее посмотреть как общий вид, так средние виды, так и какие-то мелочи на этой картине. Разумеется, не все картины, ну, то есть, не имеет смысл это делать для тех картин, которые изначально нарисованы для разглядывания в одном единственном, с одного единственного расстояния. Вот, но оказывается, есть много художников и много известных произведений, которые подразумевают именно такое разглядывание. Что из себя представляет изображение высокой четкости? Как правило, это изображение примерно. Бывают, конечно, отклонения на порядок в ту или иную сторону, ну, это примерно 30 тысяч на 30 тысяч пикселей. Или, если вы сейчас смотрите свой вебинар на большом экране, Full HD размером 1920 на 1080 пикселей, это примерно 30 ваших экранов по вертикали и 15 экранов по горизонтали. вот представьте, что сделали такое огромное панно из ваших мониторов. Там, 30 на 15 это 450. 450 ваших мониторов и каждый пиксель на вашем, на одном из этих мониторов означает пиксель этого изображения. Вот, вот такое качество этих изображений. Что же с этими изображениями делать и как их разглядывать? разглядывать их непосредственно как иллюстрацию встроенную в текст не имеет смысла, потому что ну вот она будет примерно такая, вот как сейчас вы видите. Может быть чуть-чуть побольше, а разглядеть больше вы не сможете ничего, потому что вставленная в текст она уже вставляется с уменьшением. Можно, конечно, ее порезать на кусочки и показать отдельные кусочки это, в общем-то, тоже достаточно интересно. Ну, есть еще и третий путь, это интерактивные путешествия. Это путешествие, когда мы разглядываем картинку по по кадрово и рассматриваем, ну, например, рассматриваем персонажей. Да, вот идем отсюда, сюда, так, 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 и каждого персонажа внимательно и с увеличением разглядываем, вот, кого-то с большим увеличением, кого-то с меньшим, вот так, вот листики рассмотрим здесь, ну, и потом перейдем вот сюда, рассмотрим с увеличением вот этот вот зелененький четырехугольник. Вот, вот такое, если нам еще к тому же про каждого из этих персонажей есть что сказать, то у нас получается, ну, практически путешествие, как будто бы нас на эту картину привел сопровождающий и рассказывает, мы ходим прямо по этой картине, смотрим, и нам рассказывают о ней, как будто мы ходим по залам музея. Поэтому логично назвать такую технологию интерактивным путешествиям. Первым нашим, ну, точнее, не первым, вторым, но таким одним из самых основательных наших интерактивных путешествий, мы еще тогда называли их интерактивная карта, но не суть, было путешествие по триптиху Иеронима Босха садземных наслаждений. Мы создали два путешествия, одно классическое по главным персонажам или главным сюжетам, и второе, более такое свободное, которое описывало всех животных, которые населяли этот мир Иеронима Босха и его триктиха. Всего у нас получилось в двух путешествиях 300 слайдов, исходный размер изображения 30 тысяч на 17 тысяч пикселей, ну и дополнительно мы собрали для иллюстрации не только тексты, но и 250 различных дополнительных изображений или видеосюжетов, которые поясняли то, что происходит. происходило на этом полотне. я хотел бы отметить, что, конечно, сад земных наслаждений это, наверное, картина, которая в наибольшей степени благоволит вот к таким вот роду интерактивным путешествиям, потому что там реально огромное количество сюжетов на одном триптихе, огромное количество элементов, огромное количество героев, количество мест, в которых это все находится. Где-то холмы, где-то здания, где-то реки, в другом месте это, наоборот, ад и горящий город какое-то, большое количество животных, в общем, всего много, и разглядывать ее реально для того, чтобы разглядеть всю эту картинку по каждому из компонентов, ну, наверное, часа два-три надо точно, и то это будет не очень подробно. Вот, мы сделали два путешествия, и то, в общем-то, это, я бы сказал, не все объекты мы объяли своим взором. Поэтому, вот, это одно из первых наших было произведений, которые были подвергнуты такому, такой обработке. Вот, как выглядит примерно интерактивное путешествие. Слева располагается увеличенное изображение, вот так вот. В данном случае, это некое среднее увеличение. Вообще, да, я вот не сказал, вообще говоря, гигапиксельные картинки позволяют увеличивать примерно в 20, 30, 30, там, может быть, до 40 раз. Когда я говорю слово увеличивать, я имею в виду увеличивать без ухудшения четкости. То есть, мы как бы наводим вперед наш телескоп или наш бинокль, и у нас не ухудшается. понятно, что любую картинку можно увеличивать и увеличивать сколько бесконечное количество раз с ухудшением четкости, да, но речь идет не о таком увеличении, а об увеличении без ухудшения качества. То есть, мы приближаем, например, эту обезьянку, а у нее все новые и новые детальки становятся нам доступны. вот так вот этот вот слон с обезьяной это такое средненькое увеличение, можно еще там раз десять увеличить и будет нормально. Вот как это все выглядит, это интерактивное путешествие. Слева располагается объект непосредственно на картине. будем считать, что вот вот сюда во все эти во все эти стороны идет такой условно бесконечный холст. Но он, конечно, не бесконечный, но очень-очень большой. Вот. И мышкой мы можем это еще туда-сюда двигать, если нам интересно это. Если нам это интересно сделать вне нашего путешествия, а просто посмотреть, что еще там есть. Каждому из таких объектов приписан некий текст. Там могут быть ссылки, еще что-то. А также сверху можно помещать какое-то дополнительное медиа. Например, картинку, видеофайл, звуковой файл или еще что-то. Вот так технически это все строится. Вот. Ну и вот первое наше путешествие. Это путешествие по сюжетам. Около 50 кадров в нем. Ну вот, например, это достаточно известный кадр из правой части триптиха. Там, где изображен ад. Там есть инструменты, струнные инструменты и дальше некие ноты, которые записаны вот здесь в книге и здесь вот на ягодицах грешника тоже написаны ноты. Я хотел бы отметить, кстати, что была работа, кто-то, какая-то аспирантка в Канаде, по-моему, попыталась эти ноты записать в современной записи и проиграть. и получилась некая такая адская музыка, которая слышна. Я сейчас не буду вам ее находить и показывать, но просто сюжет один из самых известных. Вот это тоже достаточно среднее увеличение. В принципе, можно увеличить, например, до такого размера, когда эти ноты будут прямо на половинку вашего экрана. Это другое наше интерактивное путешествие по Иерониму Босху, которое посвящено зверушкам разным. Даже мы это путешествие назвали в шутку за осад земных наслаждений. Вообще сюжетов там я разных зверушек насчитал, ну, животных, не зверушек, животных насчитал около 500 разных, но у нас примерно 250 кадров. И вот тут есть такой слева в раю есть вот такой вот интересный сюжет, когда животные выходят наружу. Они странным образом напоминают нам сцену, которую все видели в учебниках биологии, происхождение сухопудры водных. Босс, конечно, про это ничего знать не мог, он жил гораздо раньше. Ну, вот такая вот интересная схемка. Каждого из этих зверушек потом отдельно мы рассмотрели поближе. Так, я... Да, ну, и вот такая вот, например, фантастическая птичка есть там. Многие звери, конечно... Кстати, многие звери, даже те, которые живут достаточно далеко от Европы, были Боску знакомы. Он их нарисовал достаточно правильно, такие как верблюды, слоны, например, или жирафы. А некоторых зверей они непонятные. ну, и есть откровенно фантастические звери или звери, похожие на каких-то уже демонов больше. Вот. Ну, вот это вот один из таких фантастических животных. Одно из таких фантастических животных. Птичка вот такая вот странная. Вот. Вот достаточно много таких изображений. А давайте я вам, кстати, буду сейчас давать, прямо, чтобы вы могли это все разглядеть. Прямо ссылки. Можете их рассматривать прямо по ходу нашей нашего вебинара. Смотреть, конечно, это удобнее всего на большом мониторе, но, в принципе, на гаджетсе, если кто-то смотрит, то тоже в принципе это можно все посмотреть. Вот. Дальше. Исторически первым у нас было путешествие по хосту Александра Иванова «Явление Христа народу». Тоже картина, которая требует рассмотрения, как я вам уже это показал. Ну, и вот такие тут замечательные сюжеты. она тоже есть, мы ее тоже нашли в гигапиксельном качестве. Вот. Ну, и мы тут сделали, кроме собственного путешествия с объяснением фигур, кратким, а иногда и пространным, еще и вторую часть этого путешествия. Всего у нас около 50 сюжетов получилось. вторую часть, где пытались сопоставить элементы на картине, героев на картине с теми сюжетами, забыл, как слово называется, предварительный рисунок, забыл слово, с теми сюжетами, которые были ссованы Ивановым до того, как появилось это полотно. Ну, вообще, судьба этой картины очень интересная, она рисовалась около 20 лет, и около 400 сюжетов было зарисовано Ивановым до того, как он это сделал. Вот сопоставление этих предварительных сюжетов с тем, что получилось, мы видим, что очень многое вошло. Вот, например, вот этот рик, он вошел почти один в один, был перерисован сюда. Не всегда это так просто было, иногда только отдельные черты, переходили, а иногда вот так вот полностью почти. Как я уже говорил, некоторые элементы требуют увеличения большого, и вот, например, один из таких элементов, сейчас я вам покажу его в максимальном качестве. Вот, вот, до такого качества можно увеличивать картину. Здесь вот, если вы видите, практически полноценное изображение, которое можно разглядывать, и у всех, это не просто наброски, где там двумя движениями кисти было сделано лицо. здесь у каждого, каждый персонаж тоже имеет свои какие-то особенности. Ну, и вот еще одно изображение, тоже справа мы видим этюд, а слева то, что из этого получилось. Вот, ну, похоже, но не совсем. то есть вот этого мальчика и старика, например, Иванов много раз изображал на этюдах в разных позах, и только потом вот нашел вот такое вот, в конце концов, оконечное изображение. Какие еще у нас есть интерактивные интерактивные карты, интерактивные путешествия? Одна из таких карт по афинской школе Рафаэля Санти, афинская школа это фреска, есть она у нас в достаточно хорошем качестве, к сожалению, не в гигапиксельном, поэтому совсем мелкие детали разглядеть не удалось, но, однако, собственно, эта картина и не требует разглядывания очень мелких деталей, но все лица достаточно хорошо видны, и тоже можно, да, давайте я вам дам сначала явление Христа, чтобы вы могли его рассмотреть, разглядеть, афинская сейчас вам дам Рафаэля Санти, где он у меня тут, вот она афинская школа, чтобы вы могли тоже это разглядеть. Что тут есть в афинской школе? В основном разглядывание отдельных лиц, на этом произведении изображены в основном философы, философы и мыслители древности Сократ, Аристотель, Платон, ну и многие другие, и вот каждый из них дан вот своим увеличенным изображением, вот здесь например Сократ, вот это вот Альфа-Раби, но Альфа-Раби уже не из древности, а из средних веков представитель, но тоже известный, вот, ну и каждому из них посвящена своя свой кадр на нашем путешествии, есть, как правило, какой-то дополнительный портрет, и есть объяснение, какая-то краткая биография из вот того, одного-двух абзацей буквально. Ну вот Гераклит и Фесский, последний день Помпеи, тоже достаточно хорошо, ну, просто нам всем хорошо известная картина, может быть, там за рубежом она не так хорошо известна, но наверное, в нашей стране она известна всем, и она тоже присутствует в гигапиксельном качестве, ее можно разглядывать, ее можно тоже хорошо разглядывать, на ней есть не только отдельные персонажи, которых можно рассмотреть, ну и мелкие предметы, которых можно рассмотреть еще ближе, то есть нужно качество разглядывания ближе, чем разглядывание отдельного лица, по ней у нас тоже есть соответствующие вот, фигуры и лица отдельные вот в таком вот качестве данные, вот видите, даже здесь видны кусочки пепла, вдали, это, между прочим, вдали достаточно мелко уже, жертвы извержений, если мы переместимся вот сюда, и это вот где-то вот здесь вот кусочек вот такой вот. Вот, как видим, здесь тоже это все хорошо выписано и можно хорошо разглядеть. Ну и кроме того, у нас тут сейчас у нас тут появилась еще одна технология, которая позволяет сделать такое же интерактивное путешествие, но только в другой технике в виде краткого фильма. Вот по последнему дню Помпея я могу вам показать минутный фильм, который мы сделали, но он видовой, он не информационный. Сейчас я вам его покажу. Вот, ну, на этой основе можно было бы сделать информационный тоже сюжет, то есть объяснить, что фигуры представляют, но здесь буквально только разглядывание разных фигур. Вот, посмотрите, пожалуйста. он как это как будет ي Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждый кадр буквально секундный Его можно примерно в течение минуты объяснять Например, мертвая женщина, рядом с ней ее живой ребенок Их сокровища, которые уже не нужны Мертвый щегол и так далее Ну и вот я вам просто покажу еще одно видео, которое мы сделали по Рубенсу У Рубенса нет триграции Там нет полноценного интерактивного путешествия Но есть вот такой вот сюжет Сначала просто рассматривание картины В общем виде Сейчас дам ссылки Продолжение следует... По Рубенсу, к сожалению, не могу дать ссылку Потому что вот есть только это видео И оно у нас, не помню, выложено или нет Нет интерактивного путешествия А по Брюлоу, сейчас я вам дам, оно у меня подготовлено Минуточку Вот он, последний день Пампея Оно не секретное, оно по-моему у нас выложено, но по отдельности мы его никому не давали Я просто не подготовил ссылку на него в Ютьюбе Может быть в конце посмотрю и найду его И тогда вам дам уже после окончания вебинара А вот это Брюлов Ссылку, которую я дал вам Да, я рад, что вам нравится Дальше Есть у нас еще интерактивные путешествия по Генскому алтарю Генский алтарь У нас три интерактивных путешествия Но я вас с одним из них познакомлю Это, ну вообще Генский алтарь в закрытом виде, в открытом виде И вот его центральная часть Она наиболее существует, ее изображение в наилучшей качестве Для того, чтобы показать наибольшие детали Это, ой, забыл, как это называется Поклонение Агнусу Вот эта средняя часть называется Поклонение Агнусу И тут есть, что рассмотреть, вообще говоря Тут есть, ну, собственно, сам Агнус Вот он Есть вот эта часть Это Святой Дух Здесь Ангел вокруг У каждого свое выражение лица Очень интересно их разглядеть Есть группы людей Вот это вот Патриархи, по-моему Это Вот чуть ли не Апостолы По-моему, тут можно разглядеть Апостолов Праведники И это Клир, то есть папы разные Тут можно найти их изображение лиц Некоторые узнаваемые И возможно найти Ну и вот тут вот Град вдали Здесь, здесь, здесь Вот это все можно хорошо разглядеть Ну вот, в наилучшем качестве, конечно, сам Агнус есть Вот он даже, вот видите, его изображение есть Вот в такой вот В таком вот формате Вот это Патриархи, которые слева Видите, как хорошо выписаны их лица Их можно посмотреть каждого Ой, прошу прощения Да, ну, больше я вам здесь не дал Я вам сейчас тоже кину ссылку Чтобы вы могли это все разглядеть Картинка, правда, не гигапиксельная Чуть похуже Но все равно достаточно хорошем качестве Вот, можете ее потом разглядеть Вот Что еще у нас есть Совсем не гигапиксельная картинка Но Зато и сам объект был не очень большой Это Абердинский бестиарий Это флянд И он в достаточно хорошем качестве отсканирован И все страницы лежат на сайте Абердинского университета Вот, библиотеки университета И их можно разглядеть в хорошем качестве Вот Правда, совсем уж близко нельзя так уж и разглядеть Но достаточно хорошо можно То есть Картинки примерно размером 9000 на 6000 Это отнюдь не гигапиксель Но все равно достаточно хорошо, чтобы их разглядеть Абердинский бестиарий Очень хорошо проиллюстрирован Вот, иллюстрации у нас даются отдельно Ну и кроме того По-моему, 5 страниц Мы взяли целиком Чтобы их можно было разглядеть Вот в виде такого интерактивного путешествия Вот одно из таких путешествий Здесь изображен бобер Не ищите очень большого сходства Конечно, нарисовали как могли Вот это вот, например, козерог Здесь показано, что его рога настолько крепкие Что он может пробить даже скалы Вот, ну и еще отдельно дан текст Мы показали, какие красивые здесь буквицы есть Ну и сам текст тоже можно рассмотреть Это, конечно, рукописный текст Вот, написан достаточно хорошо Вот до такого увеличения И его, ну конкретно эту страничку Я тоже могу вам дать рассмотреть Сейчас я дам вам ссылочку на нее Не безинтересно Не безинтересно, я бы сказал Ну и, наконец, последние два наших путешествия Одно из них пока осталось нереализованным Но я вам его, тем не менее, дам Мы еще не выпускали его в виде В виде отдельного элемента проекта Ортотеки Ну, у нас она уже почти готовая есть Я вам сейчас покажу Это путешествие в виде домашнего задания Мне, я веду онлайн-курсы И одна из моих слушателей Сделала домашнее задание По моей указке Это было домашнее задание на зачет И вот она его сделала И получила сразу зачет Ну, пока немножко картинок покажу отсюда Вообще, картина Питера Брейгеля Можно всего давать в интерактивных путешествиях Если у нас получится, мы это и сделаем Вот, он почти всегда рисовал очень мелкие детали Которые имеет смысл рассказать Битва Масленицы и Поста Это такая, ну, немножко смешная картина По поводу того, что вот при наступлении Поста Масленица почти во всех странах Ну, не везде она так называется И кое-где она называется карнавалом Ну, смысл в том, что вот С одной стороны люди Предаются Различным Едят поросят там, например Или что-то делают перед Постом А с другом стороны люди Постятся И вот два разных вида Персонажей здесь показано Вот это, собственно, воплощение Масленицы Вот этот вот толстенький человечек С нанизанным поросенком на вертел Да, и вот ему противостоит Пост Такой изможденный Худой человек С... Вот я не помню, это ветки чего у него здесь изображены Ну, не вербы, как у нас А вот что-то другого Вот И его свиты тут дальше Ну, и тут можно, наверное, около сотни различных Мы там около 50 сделали сюжетов Но можно около сотни сюжетов дать И, соответственно, сейчас я посмотрю Есть ли он у меня здесь По-моему, был Вот она, битва Масленицы и Поста Прошу заранее простить Если там в недостаточном качестве будет это показано Это просто потому, что это незаконченное Я позволяю себе показать незаконченный труд Просто потому, что его очень хочется показать Он очень интересный Ну, и, наконец, я не знаю, вот удастся его показать или нет Сейчас, сейчас, сейчас Нет, к сожалению, не удастся Точнее так Я вам дам ссылку Но, скорее всего, она Попробуйте ее сегодня Часа через два или завтра сделать Потому, что у нас там очень неаккуратно перенесли данные на сервере Это тоже Брегель Я вам дам его сейчас в другом виде Вот этот В первого сентября у нас вышел Интерактивное путешествие Игры детей называется Здесь около сотни сюжетов Ну, совершенно замечательные сюжеты Такие же хорошие, как вот Масленица и Пост Но они... Ну, картина другая Вот Ну, я вам здесь покажу вот такие вот кусочки Из этого нашего путешествия Здесь в данном случае это просто предисловие к этому путешествию И вот смотрите, такие замечательные физиономии у этих детей Вот таких физиономий можно там, наверное, десятков шесть или семь собрать Я вот только самые интересные собрал Смотрите, все эти физиономии выписаны буквально там Ну, на очень маленьких кусочках холста То есть они... Брейгель здесь себя почти как миниатюрист показал Потому что на большом холсте Такие маленькие кусочки и сюжетики показаны Что, в общем-то, их приходится увеличивать до максимального качества Вот Ну, и напоследок Да, к сожалению, не могу вам сейчас показать это И напоследок я хотел бы вам продемонстрировать Чем все это сделано Есть специальный инструмент Если кому-то интересно, как это делается Инструмент называется StoryMap.js Компании, которая называется NeedLab Точнее, это не компания Это группа северо-западного университета США Их инструменты все бесплатные абсолютно И вот один из таких бесплатных инструментов, при помощи которого это сделано Это вот это Ну, и давайте я вам обещал Не уверен, что у всех это получится Ну, давайте попробуем Может быть, получится показать рабочий стол Ну, и тогда я вам эти Тогда я вам это все покажу прямо на своем рабочем столе Так Сейчас посмотрим Тут это, как правило, не очень быстро происходит В вебинарной системе Вот Получилось Сейчас, сейчас Сейчас я про исходные картинки расскажу Я просто хочу понять Да, наверное Наверное, вот это надо показать Если я не Так, скажите Видите ли вы демонстрацию рабочего стола? Сейчас я вам, например, вот Явление Христа народу покажу Видите ли вы его? Ага Ну, вот давайте я вам сейчас просто продемонстрирую Некоторые из них Вот Начинается это все так С Некой картинки Вот здесь вот Давайте я Знаете, что сделаю? Я сделаю ее поменьше Вот так вот Чтобы У вас она была побольше наоборот Больше Я хочу отметить, что если вы сейчас мне что-то пишете Я не вижу Я вижу только то, что вам показываю Потом отвечу Итак, вот мы начинаем с общего вида И начинаем двигаться по картинкам Пейзаж Река Иордан Группа иудеев Вот такой вот достаточный человек Это в искусствоведении приняты эти названия Раб Апостолы Иоанн Богослов Видите, вот это одно из наибольших увеличений Апостол Андрей Нафанаил Апостол Нафанаил Сомневающийся Апостол Петр Тоже среди сомневающихся Мальчик и старик Смотрящие на Иисуса Группа фарисеев Юноша Назарей Обнаженный юноша Так называемые Дрожащие Римские всадники Которые за этим наблюдают Женщины Кающийся грешник Который Предполагает Что он Вот я могу вот еще подвинуть Вот так все это Что он был списан С Другой Иванова Гоголя Иоанн Креститель Фигура Христа А вот этот вот человек в шляпе Это автопортрет Иванова Ну и вот этот вот Люди за рекой А дальше идут сюжеты Связанные с эскизами различными Разные варианты И так далее Давайте еще покажу Что у нас тут есть Вот Абердинский бестиарий Ну здесь Чуть-чуть изображения Бобер Козерог Верхняя буквица Нижняя буквица Ну и собственно текст Все, больше нету Это у нас Афинская школа Я вкратце разумеется Даю Не всегда полностью Сначала Показанная архитектура Аполлон Минерва Цент Платон и Аристотель Вот их Увеличенные изображения Сократ К сожалению Здесь больше увеличенных изображений Не удалось сдать Потому что картинка Не гигапиксельная Зенон Вот Другое изображение Зенона Эпикур Эпидокл Альфа-Раи Пифагор Фианон Ну и так далее Все не будут давать Это вот как раз Битва масленицы и поста Ну несколько покажу сюжетов Вот сама масленица Это пост Ну и вот Поросята А это оружие поста Флажок Означает Начало поединка Это Сподвижники Поста Это сподвижники Масленицы Ну и так далее Что-то тут Почему-то Следующего нет Не могу понять Куда девался Следующий А Наверное Тут только выборочные К сожалению Да Я вам показал Выборочные Ну можем так Попробовать Поприближать Вот например Какие-то моменты Вот такие вот тут Сюжеты Вот К сожалению Игры детей Нету сейчас Этой картинки Она Портилась На сервере Буду разбираться Она Очень Интересная Потом Посмотрите Пожалуйста Ее Вот Та самая Фантастическая Птица Это вот Зоосад Земных Наслаждений Лягушки Вороны Кролики Фантастические Существа Морские Рыба С человеческими Руками Вот такая Вот такая Очень странная Это видимо Баклан Или кто-то другой Летучая рыба Странный морской конек Что-то похожее на нерпу Петухи Кур Ну и так далее В общем зверей тут Масса всяких Медведь почему-то Грифон Несущий медведя В передних лапах Вот такой вот Странный Странная Летучая рыба А вот Это как раз Генский алтарь Его центральная Часть Поклонения Агнесу Вот Агнес Святые Вокруг него Ангелы Еще Ангелы Святой Дух Фонтан Это пророки Патриархи Вот это Патриарх Исайя Например Это Вергилий Мудрый Философ И с другой стороны Апостолы Святые Мученики С орудиями Собственных Страстей Папы И епископы Вот здесь Вот праведники Я был не прав Папы В правом нижнем углу А слева Праведники А это Святые Девы Ну и вот Небесный Иерусалим Луг Интересные Интересные места А вот это Вот Последний день